Самое главное для мужчины несколько вещей, и я сейчас их перечислю. Одна из самых главных вещей для любого мужчины – это индивидуальная способность снимать напряжение. Дело в том, что самая главная трудность для мужской психики – это способность отдыхать. И часто мужчины даже не знают, что они напряжены, они не могут это понять, потому что напряжение психическую природу имеет, невидимую. Как проявляется то, что мужчина напряжен? Первое – он не может вовремя лечь спать. Ему надо обязательно посмотреть 5 серий сначала, прежде чем лечь спать. Это признак сильного напряжения. Второе – он курит. Если мужчина курит, не может бросить, значит напряжен. Третье – обжирается на ночь. Признак сильного напряжения. Четвертое – мужчина очень сильно зашорен, то есть с ним трудно поговорить. Допустим, ему трудно просто поговорить, он постоянно как бы вот на своей волне. Это тоже признак сильного напряжения. И причина, почему мужчины напряжены, заключается в том, что у мужчины есть в психике определенная проблема. Эта проблема означает неспособность понять, как правильно побеждать в битве. Потому что мужчина всегда побеждает. Такова природа. Мужчина не может не побеждать. Вот маленький мальчик родился, мальчик, ему надо все побеждать. Вот он ничего не побеждает, ему скучно. Надо что-то побеждать. Потому что такова природа мужчины – это желание побеждать. Такова природа мужчин. Понимаете? И вот мужчина должен научиться побеждать правильно. А правильная победа означает внутренняя жизнь. Вот мужчина должен научиться отвлечься от предмета своей трудности. Допустим, у него на работе что-то не складывается. У каждого мужчины есть цель какая-то. Если мужчина постоянно об этой цели думает, как ее победить, то он теряет силы. И это называется перенапряжение. Он становится очень напряженным. Или он думает, или не просто думает, а еще что-то делает в этом связи. Но в любом случае это вызывает перенапряжение. И причина перенапряжения – это разрядка батареек. Мужчина разряжается батарейки свои на детей, на мужа, на семью и истерит. А мужчина разряжает свои батарейки на свою цель. И каждый человек, и мужчина, и женщина, если женщина устает, вот у женщины главная проблема – это усталость. Она постоянно устает. Вот. Ну то есть женщина постоянно устает, это ее проблема. Это идет от привязанности к результату сильно. То у мужчины перенапряжение наступает. Женщина устает, мужчина перенапрягается. И мужчина должен тремя способами снимать это напряжение. Первый способ – движение. Он должен обязательно иметь какое-то движение. Там спорт какой-то там, турник, все что угодно. Если этого нет, значит не будет нормального здоровья. Второй способ – это какое-то хобби, связанное с людьми. Ну то есть, допустим, с друзьями куда-то съездить там, там, ну не пострелять дичь там, но допустим, там что-то получше, поугуманнее, какое-то развлечение. В волейбол поиграть, допустим, посмеяться, покричать. Ну, поиграть, допустим. Это общение, важно мужское общение еще. Мужчине нужно мужское общение еще. И третье – это молитва и отношения с Богом. Вот для мужчины вот три эти вещи, они его разгружают и делают его счастливым. Движение, общение с мужчинами, веселое такое общение, компания веселая, мужская. И молитва или храм. Три способа мужчине снимать напряжение. Но если мужчина не снимает с себя напряжение, то следующее будет дальше. Первое, самый простой вариант – это обжорство и пузо. Это вот то, как он расслабляет. Самый безобидный вариант – это обжорство, пузо и болезни. Второй вариант, более уже обидный – это гулять по бабам. Простите, вот же. То есть, мужчина так себя снимает напряжение. Ему надо куда-то гулять постоянно. Вот. И третий, еще хуже – это уже спирт и сигарета. Ну, может быть, и этот хуже тоже, я не знаю, что хуже. Женщина, конечно, пусть пьет лучше, чтобы не гулял. Может быть, это и правда. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что, как бы, для мужчины вот перенапряжение является большой проблемой. И причина заключается в том, что он не знает, как правильно побеждать. Вот есть китайская пословица такая – «Надо дождаться, когда труп врага проплывет перед тобой по реке». «Зачем париться?» Ну, то есть, вот эта тактика молитвы, правильной, спокойной жизни является более победоносной, чем выматываться на мысли о противнике. Я разговаривал с одним таким великим боксером, который, ну, практически ни разу в жизни не проигрывал в это поединка. Не буду говорить, кто, чтобы не было сплетен. Вот. Ну, такой серьезный человек. И он рассказал одну историю, что, ну, его контакт с астрологами он рассказал, как он произошел этот контакт. У него, как бы, был один поединок запланирован, международный поединок по боксу. И он почувствовал, что он может проиграть этому человеку. И он сходил к этому астрологу, тот посчитал, говорит, точно, да, точно, ты проиграешь этот поединок. Он даже ему не может, он сказал, точно проиграешь этот поединок. И у него постоянно начались мысли об этом поединке. Это мысли его съедать начали, съедать его психику. То есть он начал проигрывать еще раньше, чем поединок начался. И он тогда восстал против этого, восстал. То есть ему было там месяца три-четыре до поединка. И он начал сражаться с этим человеком мысленно. То есть он начал боксировать, но при этом думать об этом человеке. Будь то груша или другой какой-то соперник. И он постоянно его побеждал в своих мыслях. Победил, успокоился. Не победил, продолжает побеждать. И вот так он жил, и в какой-то момент он почувствовал, что все. Ему от сердца отпустило, что он теперь побеждает. И когда начался поединок, то этот соперник начал его быстро побеждать. И он побеждал его, побеждал. И в какой-то момент наступил переломный момент, и тот его нокаутом как бы выиграл. Но этот момент переломный произошел благодаря внутренней борьбе. Понимаете, вот этот вот переход на внутреннюю жизнь. То есть мужчина должен понять, что он свои нервы направляет на проблему и сжигает себя там. И поэтому ему приходится заедать себя там, телевизор смотреть. А мужчина должен не думать о проблеме, а ее решать с помощью внутренней жизни. Пошел, помолился там, поплавал. Вот сейчас я поплаваю и с директором решу вопрос. Вот такое мышление. Вы думаете, это аллегория? Нет. Человек, когда совершает аскезу, направленную на какую-то цель, всегда это достигает цели. Вот, допустим, залез в прорубь, пока мысли о начальнике плохие не пройдут. И разумеет, все, и легче стало. И это значит, что ты уже победил частично судьбу. То же самое пошел, молиться начал, думаешь о Боге, но смотришь, легче стало. Вот так мужчина должен побеждать судьбу. Существует, вообще в целом в победе существуют всегда две стадии. Одна стадия называется преддействие или действие в сердце. А вторая стадия называется собственное действие. Большинство мужчин не знают, что есть преддействие, поэтому они и мучаются. И изматывают себя фактически. Что такое преддействие? Вот когда была Куликовская битва, Сергий Радонежский молился и не спал, и не ел две недели, пока сражение шло. Потом, когда оно закончилось, он почувствовал победу и заснул, и поел. Это называется преддействие, то есть это действие в сердце. Вот часто люди думают, что надо что-то внешнее делать. Но если человек в сердце своем совершает действие, он думает о Боге и пытается победить судьбу с помощью вот этих, как бы, работы, молитвы, то тогда это называется преддействием. Или, допустим, второй вариант. Человек встал неподвижно и стоит и говорит, пока спокойнее не станет в мыслях об этом, буду стоять. Или он постится, допустим, раз, не ест на воде. Пока спокойнее не станет, буду поститься. Или он, допустим, пробежку делает, пока спокойнее не станет, буду бежать. Ну то есть у каждого человека по-своему, но аскеза, когда он аскезу совершает, он таким образом побеждает судьбу. У женщин немножко по-другому. Женщинам не надо стремиться к победе, им надо стремиться к любви, гармонии. Женщина успокаивает среду, она не побеждает. Мужчина должен сломать противника, стать, быть сильнее его. Мужчина не успокаивает противника. Он типа, успокойся, все хорошо. А женщина успокоит, все хорошо, раз, расслабился. Понимаете, то есть женщина создает, она побеждает любовью, женщина, а мужчина силой. Самого себя, мы всегда только самого себя побеждаем. В этом мире есть только я и Бог. Невозможно не думать о Боге и решить проблему. Потому что мысли о Боге, они наполняют человека. Когда человек становится наполненным, проблема решается. Потому что все проблемы с нами связаны нитями. Когда эта нить истощена, проблема усиливается. И также есть Бог. Когда я от Бога беру силы, сначала изнутри я наполняюсь, потом наполняю эту нить, связанную с проблемами, а потом проблема решается. Поэтому без Бога не решишь. Например, вот сейчас у вас, допустим, болеют дети. Поднимите руку. Кто из вас, женщины, не волнуется, что болеют дети, что у вас все хорошо? Вот, не волнуются женщины. Почему они не волнуются? Потому что у них в сердце хватило силы на здоровье ребенка. Поэтому они не волнуются. Теперь, женщины, кто из вас волнуется, у вас болеют дети, вы волнуетесь, чувствуете что-то не то. Если вы волнуетесь, значит, у вас не хватило силы на ребенка. И когда не хватает силы, в этот момент человек должен настроиться на Бога. Берет он, думает о Боге, берет силы у Бога и ниточки наполняются все. А если я думаю о проблеме, то я не думаю о Боге и ниточки не наполняются. Можно, но что нельзя? Будет. Все равно вы поверите полностью, когда вы сами это сделаете. Мои слова могут только частично вам дать веру. Итак, первая проблема для мужчин напряжение. И напряжение связано с тем, что мужчина думает о проблеме постоянно, а надо ее решать. Думать о ней нельзя. Думаешь о проблеме, значит ленишься. И что надо делать? Вот ты думаешь о проблеме, что тебе надо делать? Надо бежать, или надо стоять, или надо закаляться, или надо молиться, или надо поститься. Что хочешь, выбирай. Не можешь молиться, значит постись. Но если ты ничего не делаешь, значит ты будешь просто тратиться на это. Ты будешь терять силы. И будешь дальше переедать, курить, выпивать, мучить себя и мучить всех других вокруг. Мужчина должен стать сильным внутри себя, а не снаружи. И тогда он становится настоящим мужчиной. Настоящий мужчина, ну как камень крепкий, с ним ничего не сделаешь. И женщине нравится, когда мужчина настоящий. Вот он крепкий, покапризничала, а он спокойный. Фух, слава Богу. Вот женщине надо вот, чтобы мужчина вот покапризничала, 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 а он спокойный. Ну все, классно. Мне нравится такой человек. Женщина всегда мужчину испытывает на терпение. Терпеливый, ей хорошо стало. Поэтому мужчина видит, когда женщина капризничает, надо просто, нужно терпение. Все. Терпеливая, она успокоилась. Нетерпеливая, она еще больше беспокоится, еще больше капризничает.